Синемания. Высшая лига. Гости в студии. Актёры, режиссёры, музыканты, писатели и художники. Ещё раз. Добрый день, добрый вечер, доброе ночь, доброе утро и доброго времени суток. В эфире опять программа Синемании. В эфире всё ещё Виктория Малюкова. И Давид Шнейдера. И сегодня наш гость. 10 ноября прошла 26-я церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Впервые все лауреаты получили свои награды онлайн. Лучшим режиссёром стал Алексей Франдетти за мюзикл «Стиляги». И сегодня он у нас в студии. Здравствуйте, Алексей. Виктория, Давид, ну и все, естественно, слушатели, здравствуйте. Ну, во-первых, мы вас поздравляем с «Золотой маской», потому что это очень круто. Спасибо огромное. Это практически как наша Ника из «Золотой орёл» в кино. Это уже ваша третья, да? Это третья «Золотая маска», да. Во-вторых, телефон прямого эфира 8800-100-51-01. Я напоминаю, мы с вами говорим про театр. Алексей, давайте про кино, ну как бы постольку поскольку. Да, можем и про кино поговорить с удовольствием. Но давайте всё-таки начнём, по крайней мере, с театра. С радостью. Номер для WhatsApp сообщений плюс семь девять шесть шесть ноль три два пять восемь три два. Напишите нам, за что вы любите или не любите театр. Когда вы ставите спектакль, Алексей, вы только рассказываете как Товстоногов или показываете как Эфрос или Любимов? Я скорее, почему я всё-таки сказал, что кино — это такая, в общем, штука для меня тоже важная. Я сначала делаю очень подробную раскадровку. И после этой раскадровки, где очень чётко я понимаю, где какой артист находится, какое положение декорации, вообще подготовительный период для меня для работы в театре и над спектаклем абсолютно созвучен с подготовительным периодом к фильму. Вот только после этого я захожу уже, собственно, в репетиционный зал и переношу вот всё то, что есть в картинках и на чертежах, и на каких-то моих почеркушках на живых артистов. Покойный Анатолий Фрост даже рисовал круги в тех местах, где должны оказаться актёры. Рисовал прям. Вы на сцене мелом не рисуете? На сцене мелом не рисую, но сегодня есть некоторое количество программ, которые именно аппликейшенов, да, которые помогают прям расставить заранее артистов, кто где стоит, на какой цифре. И вообще мюзикл — это такая прям математика, да, вот прям кто где, каким образом, потому что времени всегда немного, и я всегда к артистам обращаюсь с такой речью, и говорю, друзья, вот прям представьте, что вы на съёмочной площадке, у нас есть на то, чтобы сделать одну сцену максимум один день, всё. А дальше мы выходим с вами в прогон. То же самое по большому счёту, что происходит на площадке во время съёмок. Отлично. Давайте, раз уж мы затронули кино, в чём разница в технике, на ваш взгляд, театрального артиста и киноартиста? Ну, на мой взгляд, это вообще две разных профессии и два разных способа существования, да, потому что всё-таки артист театральный должен своей энергией, энергетикой, да, забирать огромный зал. Киноартист — это профессия более интимная, и диалог он чаще ведёт, чаще всего ведёт со своим партнёром или иногда с камерой, да. Я знаю, что когда... С помрежем, который реплики из-под камеры подаёт. Такое тоже, к сожалению, иногда бывает, да, но известен опыт, когда, например, обожаемая миллионами Джулия Робертс вышла на театральную сцену на Бродвее, это был большой провал, потому что эта актриса невероятно тонко и чётко работает с камерой, а в театре, к сожалению, этого не произошло. Я был однажды на спектакле, где играла известнейшая всей стране киноактриса, и минут через двадцать из седьмого ряда раздался страшный женский крик. «Девушка, говорите громче, вас не слышно!» Не слышно! Да. Такое бывает, к сожалению, когда действительно очень любимый, популярный всеми артист, который мы знаем из телевизора, из киноэкрана, выходит на сцену, и тут-то химии не случается. И наоборот, да, когда замечательный театральный артист, который привык работать на зал «Тысячник», вдруг встает перед камерой и начинает наяривать так, что ты говоришь «Воу-воу-воу, погоди, 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 давай тише, спокойнее тут, не надо, чтобы долетало без микрофона до балкона». Это вполне себе такая абсолютно интимная история. Я когда стажировался в Америке, я обратил внимание, что там театральных актеров и киноактеров вообще в разных школах учат. И это правильно? Это правильно. Я в свое время пробивал такую дисциплину, мне очень казалось, она была важной в Афгике для своих студентов. Я говорил, послушайте, ну у нас висит огромное количество экранов по всему институту, на которых крутится реклама того, какой же замечательный институт. Я говорю, давайте парочку экранов оторвем, поставим их в аудиторию, будем разбирать работу артиста с камерой. Нас ведь тоже всегда именно артистов учат, не оценивайте себя со стороны, не смотрите на себя. Так я думаю, а почему нет-то, когда это твой материал, ты должен знать, что это твоя рабочая половина лица, это не рабочая. Здесь ты хлопочешь лицом, здесь не хлопочешь. И даже доходило до того, что я говорил, это прекрасно, когда мы работаем с текстами Чехова, Достоевского, это замечательно. Но хорошо бы сделать какой-нибудь семестр с текстами плохих сериалов, желательно там 250 серийных. Чехова-то каждый оправдать может, а ты поди оправдай, и когда ты по 8 серий стоишь в коридоре, никак выйти не можешь. И это при том, что у тебя здоровые ноги. Можно, Лёш, байку расскажу? С удовольствием. Мне в своё время Карен Горьевич Шахназаров рассказывал, ставил фильм «Цареубийца» с Малкомом Макдауэлла. И однажды он сидел в кабинете, и пришла женщина-монтажёр, которая просто ацетоном плёнку клеила. И в разговоре она ему вдруг говорит, Карен Горьевич, Карен Горьевич, какой Макдауэлл-артист? А там снимались Янковский и Джигарханян. Он говорит, а что, Олег Иванович и Армен Борисович хуже? Она говорит, нет, они хорошие, но какой Макдауэлл-артист? Он говорит, я не понимаю. Она говорит, так вы не понимаете. Так вот, у вас Олег Иванович и Армен Борисович в одном дубле поднимают левую руку, во втором правую, в третьем обе, а в четвёртом ничего не поднимают. А я должна это клеить. А Макдауэлл, играя по-разному каждый дубль, поднимает одну и ту же руку на одну и ту же высоту. Справедливо? Абсолютно. То же самое я стараюсь донести до своих артистов, когда я с ними работаю, и на театральной площадке тоже. Безусловно, опять же, нас учили, что нужно идти по-живому, каждый спектакль должен быть другим. А я всё-таки пытаюсь донести, что да, это важно, но зритель, который пришёл сегодня, он ничем не хуже, чем зритель, который придёт завтра или приходил вчера. Они должны получить одинаково хороший спектакль. И это, конечно, сложность так называемого ежедневного проката, да, или большого проката в блоке. Я в своё время сам прошёл такой прокат. Конечно, к сотому спектаклю, а он наступает там только на третий месяц проката, а у тебя впереди ещё как минимум ещё четыре, а то и пять, да, тебе немножко начинает это надоедать. Потому что у нас другая система обучения. Но тут-то нужно находить какие-то в себе кнопки, чтобы не хулиганить, не выносить новый реквизит, не добавлять реплики, что очень любят делать российские артисты. А чем же западная форма обучения артистов отличается от нашей? Я знаю, вы учились в Лондоне, и там тоже разбирали Чехова. Да, это был, конечно, большой фейл, когда я мечтал поучиться на программе в Лондоне, и когда нам озвучили, сказали, ну вот материал, над которым мы будем работать там всю программу обучения, вы будете его разрабатывать. Я открыл папку и увидел там пьесу «Чайка». И для меня это было так, я хотел как-то с бродвейским материалом поработать, да, там или с британским, или там с Нойлем Ковардом. Вот, нет, мы работали с «Чайкой». Но, вы знаете, даже тем, что, опять же, нас почему-то очень многих учат, говорят, нет, голос просыпается там только к полудню. У нас за стеной девочка вопила арию из мюзикла «Отверженный» в 9 утра, и происходило это три раза в неделю. И ничего, и вопила, и живая, и поэтому все-таки вот этот вот машинный момент в хорошем смысле этого слова, да, как-то он там прививается, да, что шоу должно продолжаться, несмотря ни на что. И организм, соответственно, тоже настраивается таким же образом. Есть у тебя вдохновение? Нет, никого не волнует. Ну, на бродвей первые мюзиклы в 12 дня играют. Игрались, сейчас уже это стало попозже, вот, но вообще, да, бывают и такие показы. Там были дешевые билеты для студентов, и игрались днем достаточно рано. Да, да, но вот сейчас играют в среду и в субботу, или в четверг и в субботу, но в 2 часа дня, в 2 часа дневной спектакль. Но очень часто бывает так, что вот я был свидетелем, правда, это был не Бродвей, а Уэст-Энд, когда в Лондоне я ходил на «Гамлет» с Джудом Лоу, это был потрясающий спектакль, просто на разрыв аорта. Это был дневной спектакль, что было удивительно, когда, ну, у нас как-то дневные спектакли считаются, ну, не очень престижными, скажем так, да. При этом Джуд Лоу. При этом Джуд Лоу. Более того, 80 «Гамлетов» подряд это играет только Джуд Лоу, потому что, ну, его фамилия, его имя, его фотография на афише на него покупают дорогие билеты. Дневной спектакль начинается в 2, заканчивается в половине шестого, а в 7 начинается следующий спектакль. Опять же, русский артист очень часто, если играет «Гамлет», то он 2 дня входит в роль, 3 дня выходит из роли, да. А потом и дельный запой. Ну, конечно, надо же все вот это вот. А тут прям один за другим спектаклей ничего и... Джуд Лоу, он хороший театральный актер. Он потрясающий. Ну, видите, сочетает в себе и театр, и кино. Он потрясающий, но при этом, с другой стороны, я видел другого «Гамлета» с «Камбербэтчем», и мне не понравилось. «Камбербэтч» не понравился? Нет, хотя у меня были такие же, я думаю, ну, если уж Джуд Лоу настолько прекрасен, сейчас «Камбербэтч»-то выдаст. Да нет, как-то не выдал. Ну, опять же, это вопрос тут в данном случае вкусовщины, потому что спектакль все равно был потрясающий с точки зрения режиссуры, придумок и так далее. Я, кстати, видел в Нью-Йорке спектакль «Трамвай желания», где в главных ролях играли Роберт Де Ниро и Джессика Ланш. Ого, как я вам завидую. Де Ниро – величайший театральный актер, как Джон Малкович с его театром «Степпен Волф». Да, конечно. Леш, как вообще можно научиться на режиссера? Покойный Фроз говорил, научиться нельзя. Кого бог в макушку поцеловал, тот будет режиссером. А можешь научиться? Он, наверное, был прав, хотя я в свое время, знаете, ко мне год тому назад на спектакль «Сунитос» в театре на Таганке 31 января вдруг пришел Олег Львович Кудряшов, педагог, которого я безмерно уважаю, и так получилось, что я не пошел учиться к нему в ГИТИС, а пошел учиться в АМХАТ. И когда Олег Львович пришел, для меня это была какая-то такая, ну, не знаю, психологическая травма, что ли. Олег Львович пришел, и я ему это сказал. Я говорю, мне так жаль, что вот если бы я знал, я бы учился в режиссерской мастерской, и мне было бы проще, потому что у меня режиссерского образования нет. Он говорит, Алексей, а может это и хорошо, у вас незашоренное сознание. И вот когда я такого мастера это услышал, я как-то немножко подуспокоился. А что режиссер должен знать? Мне кажется, что режиссер четко должен знать, чего он хочет. А есть какие-то багаж знаний, которым должен обладать режиссер? Ну, мне кажется, у каждого это багаж свой, но лично для меня я вот очень люблю читать. Я очень люблю музеи. Я могу в музее пропадать целыми сутками. Вот, этот вопрос накопления и зазернения, как и у артиста на самом деле, он, в общем, равнозначный. Просто артист это выдает, наверное, сначала вовне, а режиссер внутрь себя. Это сначала надо переварить, а потом это принести артисту. Вы сами заговорили о театре на Таганке. В чем специфика актеров Таганки? Это всегда ведь артисты были особые. Сохранилось что-то? Ну, сохранилось, на мой взгляд, сохранилось то, что артисты театра на Таганке всегда были очень музыкальными. И именно поэтому в наших спектаклях тоже, и не только в моих, да, всегда звучит музыка, всегда есть хореография. И артисты Юрия Петровича Любимова, которых, естественно, очень много в трупе, да, и артисты, с которыми я работаю, и молодые артисты. Они все очень поющие, очень двигающиеся и играющие на музыкальных инструментах. А вот объясните мне феномен, почему практически все американские актеры блестяще поют и танцуют, а рассинхрон — беда России? Ну, опять же, потому что, мне кажется, вот я недавно буквально у себя в Инстаграме у меня такой там образовательный проект. Мне в какой-то момент захотелось рассказать о том, что такое мюзикл, детально рассказать, что такое мюзикл. И я рассказывал о театральных премиях там у них в Америке. И там есть целых две театральных премии, которые выручаются за мюзикл в школах, в старших классах. И это ведь культура прививается с самого раннего детства. И именно поэтому огромное количество артистов, там, начиная от Хелен Мирон и заканчивая, там, естественно, и Джудом Лоу, и Хью Джекманом, который большой фанат мюзиклов, и, ну, правда, Мэрил Стрип, который на Бродвее играл мюзиклы, да. Это все люди, владеющие вокалом. Мне кажется, что вопрос еще в том, что очень долгое время у нас всегда говорили, что, ну, это легкий жанр, и самое страшное ругательство у нас в институте было, ну, что ты тут оперетту какую-то играешь, да. Надо же, так плохо относятся. Сейчас, подожди, кстати, а ну-ка объясните, Леш, нашим слушателям разницу между мюзиклом, музыкальным спектаклем и опереттой. Это очень сложный вопрос, и на самом деле, ну, вот так, если генерально, чаще всего оперетта заканчивается всегда, у нее всегда счастливый конец, это такая очень веселая история. Мюзикл это, особенно в последнее время, чаще всего совсем не веселая история, он может быть серьезный, драматичный, с плохим концом, это единственное, по большому счету, отличие, потому что дальше, я знаю, огромное количество мюзиклов спетых и в академической манере, как то «Призрак оперы», и без диалогов, как то, опять же, там, «Кошки» или «Ивито», да, которую я ставил в Екатеринбурге. Или наоборот, когда в мюзикле «Кабаре», к примеру, огромное количество драматических сцен и не так много музыки на самом деле, и поэтому чисто теоретически, ну, можно посмотреть такой абсолютный брехт, и это скорее драматический спектакль с песнями, нежели чем мюзикл. Ну вот, поэтому найти вот это вот, понять, где эта грань, а с другой стороны, тот же самый легар, у которого есть замечательный оперет, а сторона улыбок, которая заканчивается, ну, вот совсем нехорошо. И есть какое-то количество оперет, где все-таки веселье не берет верх. Так, я думаю, что нашим слушателям было бы интересно, если бы вы пояснили эту мысль, сравнив два фильма «Стиляги» и «Соломенная шляпка» с Андреем Мироновым. Что есть что? Где музыкальный фильм, где оперетта или мюзикл? «Соломенная шляпка» — это что? Ну вот, в данном случае «Соломенная шляпка», во-первых, начнем с того, что «Соломенная шляпка» вот по истории жанра — это водевиль. Но для меня он, конечно, ближе к оперетте. К оперетте все-таки. Конечно, ближе к оперетте, опять же, потому что, ну, очень веселый, ну, очень радостный, ну, очень легкий, да. В «Стилягах» же все-таки очень серьезная драматическая составляющая, да, которую в спектакле «Театра нации» мы вообще докрутили, потому что у нас драматичнее финал, мы опирались... У вас финал как в книге, не как в фильме. Да, у нас финал как в повести, и мне было это важно, потому что все-таки надо мной, конечно же, сначала давлел образ этого блистательного кино, в котором я когда-то мечтал сниматься, и мне было все-таки важно найти что-то свое. А потом все-таки с момента премьеры фильма и премьеры спектакля в «Театре нации» прошло 10 лет. Вот страна изменилась, мы изменились, наши отношения к каким-то вопросам изменились, и ребята другие, и они по-другому смотрят, даже приходили какие-то люди, совсем молодые ребята, которые не видели фильм «Стиляги». То есть для меня это было вообще прям вчера. Алёш, вам пришла смс-ка. «Здравствуйте, повезло побывать на замечательных спектаклях Алексея. И «Стиляги» Питер Пен очень понравились. Спасибо за яркие впечатления». Спасибо огромное. Напоминаю номер для WhatsApp-сообщения. Плюс семь девять шесть шесть ноль три два пять восемь три два. Почему ваш любимый персонаж Питер Пен? У вас даже есть татуировка с ним. Есть татуировка с ним. Сейчас, пока я буду вас отвечать, я постараюсь ее показать. Так получилось, как-то одна из первых сказок, с которой я столкнулся, была сказка про Питера Пена. Замечательная пластинка, которую мне подарила бабушка на Новый год. И дальше как-то в меня эта история попала. И чаще всего первым делом, когда я прилетаю в Лондон, я бросаю чемоданы и иду в Констингстонский сад с Питером поздороваться. И для меня было прям такое неприятное открытие, когда я впервые привел туда сына. А памятник стоит прямо напротив воды, и в пруду, значит, палывают утки. И сыну утки были гораздо интереснее Питера Пена. Ну, конечно, они же живые и плавают. Да, там, в общем, стоит такой непонятный то ли мальчик, то ли девочка, потому что он стоит в ночной рубашке. Вот. Ну, действительно, такая любимая моя сказка. И в спектакле областного тюза нам удалось как-то нащупать вот эту вот серьезную составляющую, которую очень долго в Советском Союзе обходили даже в переводах, потому что большинство переводов были сокращенными, и какие-то вещи там были просто купированы. И когда я прочитал впервые английский вариант, я понял, а, так тут, в общем, радости-то не очень много в этой сказке. Еще эсэмэска. Юлия из Подольска. При всем моем уважении к создателям фильма «Соломенная шляпка» он скучноват. По крайней мере, для нынешнего времени. Его тяжело смотреть, за исключением отдельных номеров. А стеляк смотришь на одном дыхании. Разница восприятия? Это время, поколение, поколенческий разрыв? Ну, с одной стороны, наверное, да, разница восприятия. С другой стороны, насколько я понимаю, спектакль, допустим, спектакль «Соломенная шляпка», который недавно сыграли премьеру в театре Вахтангова, в общем, тоже очень близок по картинке к тому знаменитому фильму, который мы видели и который мы знаем. Вот. И мне кажется, что зритель как раз откликается на это с большой радостью. Вот. Но стеляк мы действительно сочиняли так, чтобы не проседало действие. Мы добавили несколько музыкальных номеров. А вот музыкальные номера, которые вы добавили, кто их делал? Ведь Меладзе, который был моспродюсером фильма, получал разрешение от каждого музыканта. А что вы добавили? Мы добавили... Сейчас скажу. Мы добавили, во-первых, для меня было важно все-таки, чтобы советская песня как-то звучала, и поэтому мы добавили «Москву майскую». Ух ты. И она звучит в нескольких проявлениях в нашем спектакле. Мы добавили... Мне казалось, что... Вот помните, есть замечательный эпизод с Олегом Ивановичем Янковским, когда он начинает танцевать. Да-да-да-да-да. И мы из этого сделали музыкальные номеры, поэтому возникает песня «Король оранжевое лето» группы «Браво». Кафтан дал разрешение. Ну, на самом деле, с каждым автором, чья музыка звучит изначально в фильме, театр подписывал отдельный договор. Мы очищали права. То есть эта вся история была по-новой. И, как сказала замечательная дама Надежда, которая занимается юридическими вопросами в Театре Национального, говорит, Алексей, да я была сейчас на таком количестве уже концертов, потому что не надо было подписывать документы, и с каждым она, значит, приходилась так или иначе приходить во время выступления артистов. Вот. Так что там был прям целый, ну, такой серьезный долгий путь по очистке прав с каждым исполнителем. Леш, по-честному, режиссер мюзикла или опера или опереты должен сам уметь петь или обладать, как минимум, абсолютно музыкальным слухом? Слухом, наверное, нет. Ну, по крайней мере, я вот не абсолютник, да. И для меня всегда была проблема, как только возникает там трехголосье, когда я работал как артист, я сразу начинал плыть, и я прям, а-а-а, мне было важно очень отвернуться от партнера как раз, какая бы ни была романтичная сцена, все что угодно, чтобы он не пел мне в ухо, чтобы я мог построить свою мелодию. Мне кажется, режиссер должен быть музыкален, он должен эту музыку чувствовать, да. Я первое время, там, иногда приходил на первые репетиции, допустим, оперные, и открывал партитуру, клал ее на оркестровую яму, да, и только в последний день репетиции я ее закрывал, и, как выяснялось, она была открыта до сих пор на той странице, на которой я ее открывал, вот. Но при этом, допустим, клавир, я, естественно, по клавиру всегда веду репетицию, вот. Но, опять же, мне кажется, что важна музыкальность и именно вот это вот чувство музыки. А если певец-фальшивец слышите? Конечно, я же сам, в общем, пою. Еще Светлана из Талдема. Добрый вечер. Я читала как-то, что вы хотели поставить спектакль по мотивам фильма «Брат». Правда ли это? Каким вы его себе представляли? Неужели эта история может оказаться востребована в театре? Хороший вопрос, спасибо огромное. Действительно, более того, спектакль «Стиляги» в Театре нации родился именно после того, как я пришел к Евгению Витальевичу Миронову и говорю, Евгений Витальевич, а давайте вот сделаем мюзикл «Брат 2». Именно «Брат 2», потому что это культовый саундтрек, который знает, мне кажется, не одно поколение. А из первого, да ладно? Ну, мне кажется, что из первого... Ну, вот я сейчас из первого не напою, честно, а из второго напою, ну, как минимум, трека четыре, вот так прям на вскидку, да? И «Земфиру», и «Би-2», и... А «Наутилус» из первого? А-а-а, вот тут-то я попал, да? Ну, правда, вот второй, я прям могу его... Мы лежим на склоне холма, кверху ногами на склоне холма... Мы не помним, Давид. Мы не помним, Давид, правда, я вот сейчас вот как это оказалось... Ну, вот видите, поэтому мы были... Из «Брата 2» помним. Из «Брата 2» я помню одну мелодию четко. «Большие города». «Большие города» я помню из фильма «Квартета и день выборов». Ого, какая интересная логическая цепочка-то. Вот, нет, действительно была идея, я с ней пришел, и тогда Евгений Витальевич сказал, говорит, все хорошо, замечательно, мне нравится спектакль по музыкальному фильму, но только давай это будут стиляги. Но идея эта все равно осталась, она до сих пор жива во мне, и я буквально недавно к ней вернулся, и я думаю, что когда мы, наконец, из 25% выйдем хотя бы в 75%, то можно будет говорить о создании нового музыкального спектакля, потому что любой музыкальный спектакль — это всегда очень дорого. Так же, как и музыкальное кино, которое всегда как минимум в два раза дороже обычного фильма. Вы сейчас работаете как раз, да, над военным фильмом? «Над военным мюзиклом», я бы сказал. «Мюзиклом». «Мюзиклом». Потому что мы уже тарелку занесли над штативом. Знаю, что Министерство культуры Московской области помогало вам с постановкой спектакля Питера Пен. А окупился ли в итоге этот спектакль, или это не так важно? Вы знаете, ну, насколько я понимаю, во-первых, нам действительно очень-очень помогало Министерство, потому что без него мы этот спектакль просто не сделали, он действительно очень дорогой. И бюджет его в некоторые музыкальные театры делают, на большой сцене спектакль, с тем бюджетом, с которым мы сделали его в областном тюзе, просто потому что нам хватило, как мне кажется, аргументов для того, чтобы донести, что мы хотим сделать, как, каким образом, и в нас во всех поверили. Но я не являюсь ведь продюсером, и не являюсь директором театра, да. У меня, к счастью или к сожалению, профессия тратит деньги, да. Хотя, опять же, все-таки первостепенно зарабатывать их. Театр вообще редко окупается. Да, да, но надо сказать, что этот спектакль аншлаговый, и когда была возможность и на 100% продавать зал, он всегда был полный, и, естественно, при 50% рассадке он тоже полный. Леш, я просто сейчас сижу, вы говорите, у меня в голове вертится мысль. Вот возьмем два фильма. Возьмем фильм «Стиляги» и возьмем «Брат». «Брат», 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 два, неважно. В «Стилягах» музыка и песни являлись продолжением действия. То есть герой говорит, говорит, потом не выдерживает, градус достигает, зашкаливает, и герой начинает петь. Да, в «Брате» ничего подобного. Музыка — это как у Брехта вставные зонги. Ваш военный фильм будет каким? Наш военный фильм, у нас как раз есть несколько путей, по которым мы идем, и у нас есть эпизоды, которые двигают сюжет, а есть эпизоды, которые являются лирическим отступлением, где мы просто позволяем себе там окунуться либо в любовь, либо в боль, либо в какие-то философские размышления. Так что у нас действительно несколько путей. «Синемания» — «Высшая лига». Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Мы продолжаем. Программу ведут Виктория Малякова. И Давид Шнейдер. У нас в гостях театральный режиссер, актер Алексей Франдетти. Напоминаю, номер для ваших WhatsApp-сообщений. Плюс семь девять шесть шесть ноль три два пять восемь три два. Пишите, за что вы любите театр, чего вам в этом театре не хватает. И если хотите услышать Алексея, восемь восемьсот сто ровно пять один ноль один. Леша, чем артист мюзикла или музыкального театра отличается от драматического актера? Ведь во всех театральных вузах есть танец и вокал. У нас в «Щуке» был народный вокал, классический вокал, современный вокал. Танец был классический, современный танец. В чем разница? Ну, мне кажется, что как раз выпускники «Щукинского училища» до недавнего времени как раз выпускались максимально готовыми к этому жанру именно с точки зрения того, что замечательный, допустим, любимый мной предмет раздел «Работа с предметом» по сценическому движению, который был одно время только в «Щукинском училище». Андрей Борисович Дразнин. Леша, простите, перебиваю, у нас звонок. Алло, алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос. Давайте. Интересно узнать ваше мнение. Прочитал об инициативе Министерства культуры. Режиссеры, дирижеры и композиторы смогут получить второе высшее образование бесплатно. Как вы считаете, есть ли в этом смысл? Спасибо огромное вам за вопрос. Мне кажется, это прекрасная инициатива. Более того, вот я вам честно скажу, если действительно есть такая возможность, я почитаю, я просто пока, к сожалению, в деталях не знаю, то я бы с удовольствием пошел бы и поучился, например, на дирижера. Мне это очень-очень интересно, и мне в моей профессии это бы пригодилось. И на самом деле это такой прям серьезный подарок, потому что по-хорошему ведь особенно в режиссеры приходят люди, у которых есть уже образование или актерское, или художники, и чаще всего это второе высшее образование. Или многим приходится бросать на четвертом курсе, на последнем семестре свое первое образование, не заканчивая, не получая диплома, чтобы иметь возможность получить второе. Поэтому мне кажется, это замечательная инициатива, прям, на мой взгляд, это прекрасно. Прикольнее я пришел на режиссерский щуки, работая учителем физики в школе. Вот. Наверное, это же можно было, а сейчас действительно это огромная проблема, особенно когда я смотрю, насколько стоит обучение в ГИТИСе, если это платный факультет, то это прям очень серьезные деньги. Давайте вернемся к разнице актеров драматических и актеров мюзикла или музыкального театра. Так вот, и мне кажется, что вопрос тут в программе и в том, как она составлена. Ведь, к сожалению, допустим, у нас в школе-студии МХАТ вокалом мы занимались, по-моему, полчаса в неделю. Но это, в общем, занятия, скажем так, они, к сожалению... Поскольку-поскольку. Да, больших результатов не дают. Хотя, опять же, именно из школы-студии МХАТ на сегодняшний день выходят прекрасные артисты мюзикла. Притом из одной и той же мастерской. Из Золотовицкого? Да, потому что из мастерской Золотовицкого в свое время там... Я знал. Вышел я, вышел Павел Левкин, который играет все главные роли во всех московских мюзиклах. Вышла Полина Гагарина, Даша Антонюк, которая играет «Моя прекрасная леди», сейчас в табакерке, выигравшая пару лет там на этот голос. То есть вот вдруг, да, такой какой-то интересный переворот. Но артисты мюзикла, на мой взгляд, это просто более подкованные, более синтетические артисты. Потому что, опять же, в мюзиклах есть драматические сцены, где накал, в общем, не меньше, чем в драматических спектаклях. Евгений Багаратионович Вахтангов, который говорил, что артист должен быть синтетическим. Александр Яковлевич Таиров. Эван, так, вы еще до Николая Демидова дойдете. Ну, просто я большой фанат в этом смысле Александра Яковлевича Таирова и его работ. Великий Борис. И как раз он-то и пытался найти вот тот самый синтетический театр, да, в котором одни и те же артисты сегодня бы играли Федору, завтра играли Жарафле Жарафля, а послезавтра выходили бы в каком-то драмбалете. Да, я помню, я смотрел фильм «Смерть Таирова» Бори Бланка, где он воссоздал принцессу Брамбилу. Великий спектакль. Прекрасные работы художников. И вообще в свое время это была такая абсолютно революционная постановка в тогда камерном театре, а ныне театре Пушкина. А чем режиссер драматического театра отличается от режиссера мюзикла? Ну, вот тут, смотрите, могу сказать за себя. Как мне кажется, когда я работаю с музыкой, я понимаю, каким образом музыка действует и двигает сцену. Когда я работаю с большим количеством текста в драматическом театре, мне иногда сложнее, потому что я прямо понимаю, что есть слово, и с этим словом надо что-то делать, а что с ним конкретно делать, не очень понятно. Хотя, опять же, когда у нас в тех же самых стилягах есть очень серьезные драматические сцены, просто на разрыв аорты, когда стригут, допустим, главную героиню, у нее прям истерика, или когда она впервые признается своему мужу на тот момент, что ребенок не его. А будет постельная сцена с обнаженкой? Нет, постельной сцены с обнаженкой не будет. Как в кино. Нет-нет-нет, мы придумали, кстати, мы придумали прям замечательный ход. Вот, если не видели, приходите, посмотрите. Пригласите. Приходите. 28-29 ноября и с 26 по 30 декабря стиляги наконец-то возвращаются на сцену Театра нации. Мы все очень ждем этого момента, потому что у нас будут какие-то обновления. Например, у нас выросли дети, и нам придется сейчас вводить новых детей. Вот. Мы впервые тоже абсолютно аншлаговый спектакль, но будем его играть, наверное, не при полном зале. Хотя, опять же, как такой спектакль, где очень много народу, и много народу обслуживает этот спектакль, и много народу на сцене, и живой оркестр, как его... Живой? Вы не под минусовку работаете? Нет, мы всегда работаем с живым оркестром. Естественно, есть какие-то звуки, которые поддерживают, электронный звук, которые поддерживают оркестр, но это все живые музыканты. У нас есть вопрос от нашего информационного партнера, журнала «Театрал». Вы номинированы на премию зрительских симпатий «Звезда театрала», причем сразу в четырех категориях. Среди них лучший режиссер, лучший музыкальный спектакль, лучший спектакль для детей и юношества, а также лучший арт-ответ пандемии за постановку первого инстаграм-мюзикла «Мой длинноногий деда». Ваша режиссерская карьера идет на ура. Публика вас знает и в первую очередь именно в этом качестве. А продолжается ли ваша актерская карьера или вы полностью переключились на режиссуру? Ой, какой замечательный вопрос от наших друзей. Ну, на самом деле, вот я буквально недавно задумался, я не выходил на сцену, не выходил в кадр порядка шести лет, ну, то есть это почти столько же, сколько я занимаюсь новой профессией, и я вдруг недавно задумался, думаю, что-то я чуть-чуть заскучал по первой профессии. И как раз к этому моменту вдруг мои друзья Сергей Тарамаев, Люба Львова, замечательные сценаристы, режиссеры прислали сценарий. «Зимний путь», да? Да, мы делали «Зимний путь», именно после «Зимнего пути», потому что там был блистательный сценарий. Я понял, что, ну, если я могу себе позволить не работать артистом, а работать режиссером, то я, пожалуй, не буду больше играть многочисленных китайцев, корейцев, гастарбайтеров и так далее, потому что это чаще всего не очень интересный сценарий. И тут вдруг Сергей прислал мне новый сценарий, я понял, что, наверное, я ненадолго загляну в первую профессию, потому что сценарий, как обычно у ребят, очень талантливый. Алексей, объясните мне, а как вообще можно совмещать работу актера и работу режиссера, доминирующую психологии, подчиняющуюся, разной психологии у двух профессий? Ну, в одном проекте, мне кажется, это невозможно. То есть вы бы себя снимать, то есть вы бы в своем фильме сниматься не стали? Нет, категорически нет, при том, что в том же самом фильме «Счастье мое» есть роль, которую я понимаю, что фактурно, психофизически, я бы мог ее играть. Я не буду ее играть, потому что я буду сидеть по другую сторону от камеры. Один-единственный раз так получилось, мне пришлось выйти в моем спектакле «Рождество» у Генри на гастролях в Риге, и хуже артиста на тот момент придумать было невозможно. Я забыл все, потому что я следил, а как свет, а куда, я в какой-то момент задумался, глядя на героиню, что-то ты, по-моему, там не то играешь, при этом я пропустил свою реплику, естественно. То есть вы хотели, у вас просыпался режиссер, и вы хотели ее поправить? Да. А вы строгий режиссер? Мне кажется... Даете артистам импровизировать? Нет. Нет? Нет, нет, нет. Я не люблю импровизацию, я не люблю ее как артист, и я не люблю ее как режиссер. Я очень четко понимаю, что нужно. Безусловно, иногда что-то случайно рождается, да? Ну, а вот давайте-ка мы сейчас поимпровизируем, и вот каждый спектакль будет что-то живое. Нет, абсолютно. Мы... Я поставил три шага направо, поднял руку, повернул голову, три шага налево. Не надо делать четыре шага. Ты должен импровизировать во время трех шагов. Вот то, что я рассказываю, Макдаул, который каждый раз играл по-разному, но поднимал одну и ту же руку на одну и ту же высоту, но играл по-разному. Однозначно. Абсолютно. Леша. Я за него. Расскажите о скандале во время свинни-тот на Таганке. Ой, странная произошла история. Я думаю, многие видели это, значит, видео с разных камер, снятое, когда в какой-то момент... И очень разные отношения к этому. Да, кардинально. Значит, в какой-то момент зрительница не захотела надевать маску таким образом, как это было нужно. Она у нее оставалась у подбородка, вот. А мы попросили ее надеть маску так, как нужно, прикрывая рот и нос. Вот. Зрительница отказалась, отказывалась долго. Мы позвали администратора, потом директора театра. Потом, когда начались волнения в зрительном зале, я вышел на сцену, понимая, что, ну, какая-то нехорошая ситуация. Напомнил о том, что, друзья, мы все-таки в театре, и мы пришли сюда за искусством и любовью, да, а не за тем, чтобы устраивать суд Линча. Вот. Но, тем не менее, мы не смогли зрительницу вывести до того момента, пока мы не вызвали полицию. Вместе с полицией приехала Росгвардия. Все это происходило на протяжении целого часа. И, естественно, оценки абсолютно разные того, что мы сделали. Но по закону, так или иначе, по распоряжению, которое существует в нашем, по крайней мере, городе, да, зрители должны находиться во время спектакля в масках. Иначе театр будет оштрафован. На 500 тысяч рублей. На 500 тысяч рублей. Да, именно поэтому в какой-то момент театр на Таганке предложил купить билет за 500 тысяч рублей. Мы готовы сыграть спектакль для там одного зрителя, условно говоря, который может сидеть без маски в своем ряду. Понятно, что это юмор, но как бы только с юмором можно спасаться в такой ситуации, мне кажется. А как бы вы поступили, если бы зрители встали на сторону этой девушки? Мне кажется, что нужно разговаривать. Меня мама так всегда учила, да. Мы же люди, мы можем договориться. И вот здесь до определенного момента, как мне казалось, мы могли договориться. Если бы все зрители сказали, ребята, мы тоже снимаем маски в знак поддержки этой девушки, что бы дальше? Ну, дальше, наверное, мы бы просто не сыграли спектакль. Отменили бы. Безусловно, конечно. Ох. Но все-таки штраф 500 тысяч. Наверняка это совсем невыгодно театру. Особенно в сегодняшних условиях, да, вообще ни разу. То есть нам дешевле было бы не играть этот спектакль. Что такое иммерсивный театр? Иммерсивным театром является театр, который, на самом деле, разбивает полностью четвертую стену. Стену это разбивал и Любимов, и Вахтангов. И многие спектакли были иммерсивными, просто мы не знали, что это так называется. Есть другое понятие сайт-специфик спектакля, когда ты находишься в том месте, о котором условно... То есть, я не знаю, грубо говоря, если мы играем Магбета и оказываемся в лесу, то это вполне себе сайт-специфик. В реальном лесу играем Магбета. Иммерсивность предполагает непосредственный близкий контакт со зрителем. В свое время, когда мне казалось, ну вот, как классно, я сделал первый иммерсивный мюзикл. Какой я молодец. И тут я вдруг открываю книгу Хала Принца, который в 74-м году ставит иммерсивный мюзикл «Кандид» Леонарда Бернстайна. Его артисты ходят по специально выстроенным мосткам по всему залу. И, в общем, тут я понимаю, что, ну, я немножечко опоздал лет эдак на 30. А дальше вы читаете про женитьбу Мейерхольда, где они и над залом летали, и по спинкам кресел ходили. И вдруг понимаешь, что все уже было. И про сейчас придумали новые модные слова. Леш, чем, в чем специфика русского театра? Русского. Ох, ну, специфика русского театра, как мне кажется, если говорить в хорошем смысле, то, конечно, в более глубинном погружении в роль, да. А если говорить о проблемах русского театра, то, наверное, как раз в некоем русском авось, который слишком часто возникает и у артистов на сцене, и у цехов, и, то есть, вот такой слаженной работы, к примеру, как у цехов театра нации, которые именно ведут спектакль. Я недаром поблагодарил всех ребят при получении «Золотой маски». именно ребят, которые ведут спектакль, монтировщики, помощники режиссера, да, которые очень четко это делают. Ну, то есть, далеко не в каждом театре я такое видел, да, понятно, что я видел такое в Большом театре, например, и, опять же, в театре на Таганке, но некоторые, скажем так, да, департаменты считают, что, ну, послушай, ну, что-то я поставлю стул чуть правее или чуть левее. У стула есть цифра на сцене, у каждого. Если ты поставишь чуть правее или чуть левее, стул будет не в свету. Слушай, я ставил спектакль драматический в Америке. Я, как воспитанный Станиславским и Вахтанговым режиссер, пришел на первую репетицию, ребята, сели, будем разбирать пьесу. Они сказали, Дэвид, мы все роли знаем наизусть, давай выходить на площадку и репетировать, а не болтать. Какой подход правильнее? У каждого ведь свой подход. А вы как работаете? Вот я работаю именно так, как вам сказали артисты. Я максимум могу потратить ну полтора часа на то, чтобы прочитать пьесу. Просто прочитать? Просто прочитать. Просто прочитать, какие-то вещи обозначить, проговорить, а на второй репетиционной точке в этот же день мы уже встаем на ноги и к концу дня я прошу убрать текст. Забава, у меня тут написан вопрос для Алексея. Станиславский, Вахтангов, Мирхольд. Кто ближе знак вопроса и дальше? Может быть, Таиров? Ну, вы уже понимаете, что я, как мне кажется, ответил на этот вопрос. Да, абсолютно. Я правда, творчество Александра Яковлевича для меня очень ценное и я... Чем мы с Лешей не были знакомы. Я этот вопрос придумал дома. Это крутой прям вопрос. Таиров Великий. И недавно как раз Театр Пушкина совместно с Бахрушинским музеем издавали эскизы спектаклей, эскизы декораций, костюмов и я перечитывал книгу о театре Александра Яковлевича перелистывая эскизы и это прям замечательное издание. И в том фильме, про который я вам говорил, Александра Таирова играл Михаил Михайлович Казаков Алису Конен Аладимидова. Что, в общем, правильно. Что у вас за проект с музейно-выставочным комплексом Новая Иерусалим? О-о-о! С музейным выставочным комплексом у нас я надеюсь, что сейчас опять же, да, какие у нас планы? У нас есть намерения. У нас есть намерения. Я недавно буквально попал в этот музейно-выставочный комплекс понял, что мне очень хочется что-то там сделать. Вот. И я надеюсь, что к Новому году мы представим зрителю, музей представит значит, выставку, а мы представим театральное действие, созданное специально для этого музея, специально под это пространство, по мотивам славянской сказки. А какая сказка и что, пока говорить не буду. Давайте это останется сюрпризом. но мы будем всех ждать в этом музейном комплексе Новый Иерусалим в конце декабря. Просто следите за новостями на сайте. Это будет что-то новогоднее. Да. Это будет что-то новогоднее. Все-таки, мне кажется, очень хочется зрителям подарить радость. Как вы считаете, актуальна ли сегодня система Станиславского? Безусловно. Она актуальна всегда. Вопрос просто в том, как ее применять. Вопрос ведь в том, что мы можем долго зазерняться. На всем, смотрите, как мне кажется, зазерниться и быть правдивым нужно. Просто кому-то для этого нужно две недели, а кому-то нужно две минуты. Вот надо до двух минут доводить. Нужно быть правдивым или нужно умело показать, что ты правдивый? Умело обмануть. Умело обмануть. То есть все-таки театр представления, театр переживания, театр представления. Ну, для меня, да, театр представления. Может ли, очень печальный вопрос, может ли существовать театр при 25% заполняемости зала? Ну, на мой взгляд, театр как институт, конечно же, может, да. Мы можем играть и для одного зрителя, и для двух зрителей, да. Но театр как бизнес-модель и театр как организация, которая должна платить зарплаты, которая должна платить по счетам, которая должна производить красивые, дорогие спектакли. Платить аренду, воду, свет? Нет, не может. Это невозможно, мне кажется. То есть поэтому без поддержки государства в этом смысле мы не обойдемся. А вы всерьез считаете, что если бы нашелся тот зритель, который бы заплатил 500 тысяч рублей, отдача у артистов для одного зрителя была бы такая же, как для аншлагового зала? Я думаю, да. Ну, а почему нет? Потому что один зритель. Потому что вы, когда вы сами выходите на сцену, может, когда я выхожу на сцену, я получаю сумасшедшую энергию от зрительного зала. Нет. Ну, вы знаете, я однажды в жизни сталкивался с ситуацией, когда спектакль игрался для трех зрителей. И этот спектакль игрался с невероятной отдачей, потому что для нас была очень важная тема. Мы понимали, в какой момент мы играем этот спектакль, да, и этот спектакль был не хуже, чем если бы мы играли его на полный зал. Но, конечно же, подобные случаи, исключения, они довольно единичны. Чем отличаются российские актеры от зарубежных? Зарубежные всегда готовы, зарубежные всегда не задают ненужных вопросов, и зарубежные артисты понимают, что такое конкуренция. И всегда знают текст. Да. А у нас что, не понимают, что такое конкуренция? Нет. Послушайте, на 90% артистов, которые, к сожалению, которые приходят ко мне на пробы, на кастинг, они приходят с бумажкой и говорят, а можно я по бумажке либо сцену буду играть, либо петь буду? Я говорю, да, конечно, только у себя на кухне. Потому что вы приходите, и мне важны ваши глаза в первую очередь. А если вы их опускаете в текст, лучше врите, не знаю, цифрами рассказывайте, на китайском языке, на каком угодно, да. Но я глаза хочу видеть. А если вы не удосужились даже выучить текст, то и в конце концов, это вам нужна работа, а не мне. Мне Юра Громов рассказывал, он снимал фильм, где половина артистов были русские и половина американцы. В Южной Африке снимал. Прилетели, сутки отсыпались, первая репетиция. Встреча у бассейна. Американцы приходят. Сценарий, карандаш, весь текст знает наизусть. Русские приходят. Что в руке? Пиво. Да. Абсолютно реальность. Ну, как бы, может быть, не пиво в нашей ситуации, да, но все равно я очень часто, мне приходится несколько раз прям предупреждать артистов. Я говорю, ребята, мы вот сейчас сделали сцену, все, мы к ней вернемся только в прогоне. Вот это вот, а как же поискать, а как же, особенно в музыкальном театре. Ну, не бывает такого. К счастью, допустим, в оперном театре артисты уже к этому привыкли, и артисты, которые много работают в Европе и в Америке, они знают, что на любой самый сложный спектакль есть восемь недель, максимум, больше не будет. Ага, у меня приятель, Володя Олейников, ставил оперу в театре Станиславского, Нюровича, Данченко. У него на одном из спектакля артист забыл выйти. Он просто забыл выйти. Но на следующем спектакле его в театре не было. Просто в театре, не в спектакле, а в театре не было. Чем, на ваш взгляд, театры 21 века отличаются от классического русского театра? Ну, с одной стороны, конечно же, немножко другая подача, мы по-другому чувствуем время, другой темп и ритм, в первую очередь, да? А глобально, наверное, ничем, потому что ведь задача театра все равно тебя задевать за живое и не оставлять тебя безучастным. То есть в современном театре действия должно быть больше. Мне кажется, да, динамики должно быть больше. А декорации, реквизит, в том же Питере и Пенне вы целый самолет. Целый самолет сажаем на сцену, да, безусловно. А при этом, допустим, в моем ближайшем спектакле, который мы будем делать по очень известному бродвейскому мюзиклу, я сказал, ничего, кроме нескольких дверей, табуреток быть не должно. Вот хочу прям, вот хочу таким образом. Минимализм. Абсолютный. Вот, поэтому тут важно, там, я видел гениальный спектакль, который называется «Come from away» в Лондоне, про событие «Деви Дрэп-11» в Нью-Йорке, да, и вот вся эта история, а там действия происходят в самолете, у самолета, в деревне, еще, она сыграна на 11 стульях, больше нет ничего. И я уревелся, пока смотрел этот спектакль. Ну, вы еще вспомните фильм Ларса фон Триера, «Догвель», Догвель, конечно. Где все нарисовано мелом на полу, где вообще ничего нет. И просто пустая фактически, ведь это не кино, это экранизированный театр. Ну, или такой телетеатр, да, как это было когда-то в Советском Союзе, прекрасное направление. Да. Телеспектакль. Для меня было совершенно неожиданно, как артисты существовали в театральных условиях. Просто... Роскошное кино. Роскошное кино. Да, один из лучших. Помните, говорили в старом фильме «Кино не будет», «Театра не будет», «Кино не будет», «Театра не будет», «Сейчас, говорят, «Телевидения не будет», «Будет один сплошной интернет». У театра будущее есть? Ну, конечно. Ну, где-то я... Было у меня уже сравнение, ладно, не было, мне кажется, на радио не очень хорошо, наверное, в печатном издании еще можно было. Да, но все равно, ведь живая любовь и неживая, да, это какая-то разница есть в этом, да. То же самое и здесь. Ну, как, живая энергия, это другие эмоции, это другие рецепторы, это другое. Поэтому мне кажется, что что бы ни происходило, какие бы ни появлялись, 3D, 24D, уже чем бы нас ни поливали, ни обливали, все равно живой театр всегда будет оставаться. Какую награду предпочли бы получить, Тони или Оскар? Тони. Вот так вот. Как меняется поколение актеров? Вы же застали еще великих, вы же еще помните. Я, да, мне посчастливилось работать и с Олегом Ивановичем Янковским, и с Питером Утулом на его последней картине, и вот тот самый, то, о чем мы с вами говорили, да, это касается же не только текста, вообще своего отношения к профессии у молодых артистов. Вот тот инфантилизм, к сожалению, который есть у молодых артистов, не работает в плюс. И вопрос того, что, а, здесь не получилось, ну хорошо, побежали дальше, здесь не получилось, побежали дальше, да, а вот вопрос того, чтобы просто взять и попробовать, чтобы получилось, приложить к этому чуть больше усилий, к сожалению, этого не происходит. Ну что, и в заключении нашей программы я хочу прочитать две СМСки, которые пришли Алексею. Любовь из Королева, как же интересно, Алексей в стольких театрах задействован, как у вас хватает силы вдохновения. И вторая, к сожалению, не подписана. Алексея очень приятно слушать, очень многогранная личность. Спасибо за такого содержательного гостя. Виктория Малюкова, Давид Шнейдер, Алексей Франдетти, счастливо! Синемания «Высшая лига». Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники.